ВЕГАСКАДРОН И тебе привет. Хорошо. Давай сразу к International. Для тебя это уже не первый International, даже не второй. Что для тебя в этот раз по-другому? Наверное, то, что это третий. Ну, естественно, еще. В плане, не знаю, морального настроя. Да нет, на самом деле в этот раз попал сюда необычно. Ну, в том плане то, что до этого попадал, в принципе, с командами прямой НВА и так далее. Здесь такой год был, что вот прям пришлось пробиваться, чтобы сюда попасть. И для меня это как бы очень важно, то, что я все-таки здесь. И для меня, опять же, важно пройти wildcard. Хорошо. А как тебе тут условия для игроков по сравнению с прошлыми годами? Формат? Ну, в этот раз мне очень нравится то, что сделали Valve practice room. Как бы это вообще нереально крутая тема. То есть мы можем играть просто сколько хотим времени. Нам как бы никто там не надоедает. Компьютеры отличные. Там все отлично. Еда как бы постоянно тоже есть. Не знаю, вот в этом плане очень круто. И то, что как бы Valve все раньше. И раньше, по-моему, игроков сюда привозят до начала как бы турнира. Чтобы еще лучше как бы акклиматизировались. Лучше, ну, тут на месте разыгрались и так далее. То есть... Но practice room, как бы это вообще очень крутая штука. Хорошо. Будем знать. Ты говорил о том, что у тебя был такой вот год весь. Давай тогда начнем с того, что было год назад. То есть с прошлого International. Ну, он как бы для тебя ознаменовался тем, что команда не очень удачно выступила. И там тиммейты, в частности, тоже были не сильно довольны. Вот как так получилось? Что пошло не так на том International? Ну, этот вопрос, наверное, уже как бы часто задавали. Но если так взять, да. Как бы в прошлом году было полное фиаско. Как бы и команды, и в какой-то степени мое. Как бы не лучшую игру показывал. Если как бы брать то, что как бы как я мог играть. Во многом связано то, что внутри команды были проблемы. Моральное, как бы психологическое моральное, не знаю, давление было. Лично я чувствовал, как бы не справлялся где-то. Ну, у меня дополнительная еще нагрузка была, так как я был еще капитаном. То есть мне нужно было постоянно еще где-то там думать о пиках. Как-то к программ стараться готовиться. Ну, не знаю, я лично по итогу не очень с этим хорошо справился. И как бы со всеми ребятами у нас там тоже во время самого турнира было много непоняток. Где-то каких-то конфликтов. То есть как-то люди в себе замыкались. Но ты вот предчувствовала тогда, что ты уйдешь из Империи? Вот после того International ввел ли ты переговоры с какими-то другими игроками, других команд по поводу вот дальнейшего? Могу сказать просто вкратце, как все было. Мы обсуждали там вот уже после Инта, что будем делать дальше. Кто с кем как бы там хочет, не хочет играть и так далее. Ну и в общем решили то, что мы вчетвером остаемся играть. Ваня ушел в Na'Vi. Так его как бы позвали. Потом мы решали, кого взять пятым. Там выбор был между Solo и Санейка как бы посмотреть вообще. Но по итогу определились на Solo. Начали играть в пятером. И у нас вот с сентября начался очень жесткий спад по игре. И внутри команды как бы просто ужаснейшая атмосфера была. Очень много конфликтов и так далее. И как бы играли ужасно. Ну и в целом да какие-то перемены нужны были. Ну и там произошло, что произошло уже. Ну вот как ты учатился именно в Virtus.pro Polar? В Virtus.pro? Ну как бы дело случая. В принципе так же как и Артема ФНГ. Нас просто поначалу у них как бы ушло два игрока. Один в Na'Vi, один просто ушел. И нас просто позвали поиграть. У нас почти... Он остался в команде и в дальнейшем со стендина как бы в... Ну да. То есть не знаю. Опять же в Virtus.pro была проблема на самом деле то, что у нас все-таки не было ярко выраженного мидера. То есть мы с пробосом играли на одной и той же позиции. И очень часто менялись. То есть то я ходил в мид, то он. Ну и где-то оно чувствовалось на самом деле нехватку. Ну а так как все случилось, то что у нас в принципе результаты были достаточно неплохие. И я думаю мы уже... Ну на тот момент все как бы думали о том, что у нас очень хорошие шансы на прямой инвайт. Но люди уже начали как бы задумываться о том, что как бы будет потом там через пару месяцев на самом Инте. И как бы пришли к такому выводу то, что нужно как бы что-то вот улучшить. Что в команде якобы да не хватает мидера. Фобос ушел. Ну и вообще в общем произошли такие изменения, которых я лично скажу. Но я не совсем ожидал, что вот допустим решат сделать именно так. А вот после твоего входа, когда ты был... У тебя был период когда у тебя не было команды, ты достаточно удачно выступил стендином за Cloud9. Вот что тебе дал тот опыт? Вот насколько он был полезным для тебя? Ну на самом деле он мне очень помог где-то вот вернуться в игру. То есть не знаю, опять почувствовать уверенность в себе. То есть было вообще в целом очень интересно поиграть за такой интернациональный состав. Посмотреть как у них это все происходит. В целом да, это очень отличный опыт. Ну да, мы вполне можем сказать, что они были тобой довольны. Они не раз об этом заявляли во время того StarLadder. Я правда... И сказали, что на удивление у тебя хороший английский, типа они этого боялись, но... Да, в начале, то есть они когда искали стендина, там был какой-то момент, то что как мне говорили, то они хотели меня, но потом побоялись, да, то что у меня там с английским проблемы. Потом они все-таки меня позвали, но вот переживали только по этому поводу. В целом только единственный забавный момент был, то что мне как бы Envy вот одного героя все время пикал. Хотя это далеко, там как бы не самый лучший герой был, да. То есть вот ему там какой-то игре понравилось, типа, и он понял то, что вот... Ну как он мне объяснял, то что они не знают в точности, как я буду играть на тех же героях, на которых играл Bond 7. То есть у них там по игре какой-то свой план и так далее. И, в общем, вот он мне до одного героя очень часто брал. Меня это в какой-то степени... Он увидел, что у тебя он зашел и уже... Меня это прямо раздражало даже. Ага. То есть... Но я, в принципе, что, я играл стендином, как бы я свою роль выполнял, старался выполнять там по максимуму. Ладно, давай отбросим, оставим позади все твои выступления за предыдущие коллективы, сконцентрируемся уже на твоей текущей команде, на Vega Squadron. Как вы вообще собрались вместе, как вы сформировали команду вместе соло, как вы набирали молодых игроков? Ну, все было не совсем так. Как бы ребята, команда от Vega, они уже давно играли, у них был свой костяк, как бы вот в виде Паши, Семы и Нуна. То есть они уже долгое время играли, показали себя немножко в онлайне. И у них проблемы тоже были внутри команды. Они начали, как бы, вот тоже делать какие-то изменения перед квалификациями. И так как я был свободным агентом, они меня позвали. Я, ну, на самом деле, ребят практически не знал. То есть до этого ни с кем не играл. Но мне сразу по общению они, в принципе, понравились. И я решил то, что это очень хороший вариант для квалификации. Именно с ними попробовать. То есть соло присоединился уже в самый последний момент? Соло присоединился после меня. Незадолго там, через недельку две, как бы, там был у нас еще пятый игрок. Достаточно неплохо парень играл. Но решили то, что, как бы, вот в команде не хватает еще более опытного игрока, который, как бы, мог бы еще по игре тоже как-то помогать там координировать и так далее. И, как бы, позвали Алексея. Ну, ребята до этого с ним, как бы, немножко поиграли. Так как Леха был там без команды, и ему уже, как бы, понравилось с ним играть. То есть, ну, они просто вот уже, как бы, официально позвали его, и мы начали играть вот таким составом. А кто вы сейчас в команде, вот ты сказал, по поводу там координации и прочее разное? Кто вообще берет на себя эти функции? Координирование, там, выбора героев? Кто вообще, как бы, капитан? Семен, как бы, у нас драфтер, он пикает, мы стараемся ему помогать. То есть, я там где-то, вот, был период, как бы, старался просто, ну, больше остальных, как бы, там, вот, в пике где-то, ну, не то, что вмешиваться, вот, просто, как бы, чтобы мы как-то вместе с ним вдвоем пикали. Сейчас больше, как бы, ему воли даем так, чтобы не мешать, потому что, действительно, его отвлекает. Для него это такой, как бы, ну, может, не первый опыт, но на таком серьезном уровне для него это, да, все-таки тяжело. Как бы, стараемся его не отвлекать, то есть, и только, вот, помогать, когда он сам что-то спрашивает, ну, и где-то, и так, советовать, как бы, очевидные какие-то моменты, которые видим, то, что он может не заметить по игре. В плане координации был период, мы играли, то, что, ну, как бы, каждый, там, что-то старался вносить, по игре говорить, то есть, там, где-то Леха, где-то я, там, где-то Семен, как бы, а сейчас пришли все-таки к такому выводу, то, что нужно, чтобы все-таки больше кто-то один начал координировать. Тут мы еще на буткемпе это обсуждали, и так примерно играли, то есть, вот, сейчас, как бы, соло по игре, как бы, часто выступает в роли координатора. А кто взял на себя, вот, мат-часть, вот, теоретическую подготовку команды, там, конкретным соперникам, кто занимается вообще? Ну, тренера у нас нет, как бы, мы, в принципе, готовимся сами, по мере своих возможностей, вместе пересматриваем реплеи, как это было там на буткемпе, анализируем пики и заранее, как бы, обсуждаем, в принципе, все вместе, как бы, что мы хотим против них банить, так как все смотрели игры и видят, как бы, ну, против чего мы, как бы, не хотим играть, понимая то, что они этим нас могут задавить. Ну, как-то так происходит в САП сейчас, скажем так. Ну, давай еще вкратце расскажи, мы все видели, там, вашу подготовку на диване, как проходила подготовка к Интернешнл, как бы, помимо дивана, то есть, как проходил ваш буткемп? Много играли в Доту, много играли, помимо Доты, то есть, в разные, там, игры, вот, по типу Манечкина, там, не знаю, иногда какой-то Counter-Strike, иногда, там, покер, но это, в основном, уже, ну, ночью было. В принципе, не знаю, как по мне, прошел очень продуктивно, так как, ну, есть чем сравнить предыдущие какие-то буткемпы, вот, в плане тимбилдинга, в плане, вот, просто подготовки, как бы, очень продуктивно. А как тут уже готовились? Ну, тут с помощью Valve играем сутками, играем пабы, играем КВшки, пока что пару дней. Вчера, в принципе, целый день играли, там, ну, с китайцами и, вот, еще с Натиками, то есть, играли с Яхомами, Ньюби и Фнатик вчера. До этого, как бы, тоже, вот, сегодня еще сейчас будем играть после интервью сразу. Как ваши молодые игроки? Чувствуется какое-то, там, не знаю, волнение от них, вот, у тех, которые тут первый раз? Как вы вообще с этим справляетесь? Как вы их настраиваете? Или еще пока такого нету, пока нету игр официальных? Ну, мы часто, как-то сказать, не знаю, стараемся просто в команде держать такую, как бы, позитивную атмосферу. Пока по поводу волнения не замечал, где-то замечал то, что, ну, люди как-то… Ну, нет, все-таки видно, да, то, что люди волнуются, нервничают, это, вот, в данный момент где-то, там, как бы, влияет, когда, ну, видно, когда общаешься, там, в игре где-то и так далее, но, мне кажется, то, что ребята, как бы, справятся. И мы вместе, как бы, поможем, там, вместе с Лехой, как бы, я думаю, мы сможем, как бы, вместе, вот, держать такую атмосферу, чтобы, не знаю, ребята чувствовали себя уверенно, не волновались и так далее. У вас вот на носу прям вайлдкард. Что ты можешь сказать о соперниках по вайлдкарду? Ну, мы никого не… нет такого, то, что кого-то недооцениваем. В действительности, Седек для нас выделялись, ну, так как они единственные… Вот вы на них и попали. В последнее время много играли. Ну, да, и мы, в принципе, их считали, наверное, такими вот, как бы, основными какими-то конкурентами, скажем так. Но попали и попали, как бы, мы готовы играть, мы готовы побеждать. То есть, если бы у вас была, например, возможность поменять себе соперника в этом раунде, на кого бы вы поменяли, Седек, или бы вы играли с ними? Мне кажется, неважно. Потому что, в любом случае, если мы их не выигрываем, ну, точнее, если мы играли бы с кем-то другими, и выиграли бы их, мы все равно встретимся с теми же Седек, к примеру. То есть, по-моему, разницы нет. Тут нужно быть готовыми побеждать всех. Да, правда. Но, если мы взглянем на статистику, то вы в этом патче сыграли наибольшее количество игр вообще со всех команд. То есть, это, вроде бы, как плюс, да? Но, с другой стороны, вашим соперникам о вас уже известно много информации, там, стиль игры, там, особенности пиков, прочее разное, что, в принципе, минус. Как ты считаешь, это больше плюс или больше минус? 50 на 50. В данной ситуации, наверное, минус, но, как бы, мы, соответственно, за тот период, там, буткемпа, каких-то тренировок еще перед Интернешнлом старались что-то придумать, ну, новое, там, наигрывали по мете, в принципе. И мы, как бы, можем где-то тоже удивить. То есть, не настолько предсказуемо. То есть, у вас припустены, да, там, козыри? Те же Седак, в принципе, мы с ними, кстати, достаточно в таком равном положении, так как, вот, Фениксы вообще не играли после вэлдкардов. Так они, по-моему, там только тренировались друг с другом и вообще никто их ничего не знает. Да, то есть, они, закрытые тренировки только, как бы, никто не знает, чем они играют. То же самое, примерно, с Нарами, которые, там, сыграли пару игр на объеме саммите, ну, непонятно, они играли серьезно или они, как бы, пикали, что попало. Но, тем не менее, многие считают их аутсайдерами. У вас нету недооценки? Нет, недооценки нет никому, то есть, а вот с Седаками у нас равное положение. На самом деле, то, что мы играем в первом раунде, то есть, они знают, примерно, чего от нас ждать. И мы так же само, как бы, смотрели их игры и готовились. Ну, и у вас будет возможность оценить параллельный матч тоже, как бы. Да, да. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью, желаем удачи вам в вэлдкард раунде, пройти его, конечно же, и порадовать наших болельщиков еще одной командой в основном турнире. Вот, спасибо, что смотрите, оставайтесь на нашем канале, еще будет очень много чего интересного. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok